Изменяется ли состояние кровообращения сосудов головного мозга состояние нашей мозговой деятельности при длительной сидячей работе? Вопрос, конечно, интересный, потому что изменяется. В силу того, что происходит нарушение осаночного комплекса, кровь застаивается в брюшной полости, естественно, венозная кровь, которая у нас чистится через печень, застаивается в нижних конечностях и рефлекторно у нас происходит застой, ровно также и в сосудах головного мозга. Поэтому мозговая активность меняется, формируется условно-когнитивный или, безусловно, когнитивный диссонанс, нарушение зрения, нарушение слуха, изменение в пяти органов чувств. Таким образом, мы отмечаем быструю утомляемость или, соответственно, медленную восстанавливаемость. Можем ли мы в этом случае себе помочь? Конечно, можем. Я вам покажу сегодня одно упражнение из комплекса трех упражнений для восстановления сосудов головного мозга, для компенсации системы кровообращения мозговой при длительной сидячей работе. Сегодня мы с вами освоим, уважаемые коллеги, знаменитое упражнение жираф. Что для этого надо делать? Для этого надо вам повторить, след за мной, вот такие вот движения. Мы делаем такое движение 5-7 раз вперед, потом мы делаем это движение 5-7 раз вправо, а после этого мы делаем такое же упражнение 5-7 раз влево. Таким образом, мы с вами улучшаем систему кровоснабжения левой и правой сонных артерий, улучшаем систему кровоснабжения щитовидной железы, улучшаем лимфатическое обеспечение боковых стенок горла, улучшаем качество миндалин, улучшаем качество слухового аппарата, потому что у нас улучшается качество кровоснабжения и, естественно, таким же образом мы с вами воздействуем на левую и правую позвоночную артерию. Итак, упражнение жираф. Имейте, пожалуйста, в виду, что такое упражнение очень хорошо делать через каждые 50-70 минут вашей интенсивной сидячей работы. Это время можно зафиксировать на телефоне в виде будильника, можно поставить просто будильник перед собой или поставить песочные часы, чтобы было упоминание. Помните, пожалуйста, о том, что длительная сидячая работа, помимо изменений в сосудах головного мозга, приводит к изменению и в сосудах органов таза, сосудах нижних конечностей. То, что является очень частыми причинами и формирование варикоза, и формирование геморроя, и формирование опущения внутренних органов. Итак, упражнение жираф. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И помните, пожалуйста, слова гения нашей русской поэзии. Жираф большой, ему видней. Дурного нам жираф не пожелает. Будьте здоровы! Следите обязательно за нашими публикациями, потому что вслед за жирафом мы с вами поговорим о бобе, опере. А после того, как мы с вами поговорим об опере, мы с вами поговорим о балете. Потому что я вам покажу еще два приема, которые касаются оперного искусства и балетного искусства, как упражнения, позволяющие компенсировать длительную сидячую работу. Ссылка под этим видео. С вами был, если остается, профессор Картавенко, доктор медицинских наук, врач-восстановитель медицины. Будьте здоровы! Следите за нашими рассылками! А ваши вопросы, как всегда, вы можете оставить в комментариях под этим видео. И напишите, как у вас сложились отношения с жирафом. Обязательно регистрируйтесь и приходите на наш воскресный вебинар, на котором мы вам обязательно откроем новые секреты восстановления сосудов, на котором мы вам расскажем некоторые гастрономические приемы, которые позволят вам улучшить качество сосудов, качество сосудистого тонуса, качество сосудистой пластичности, качество сосудистой каркасности, всех тех сосудистых особенностей, без которой наша шея, в первую очередь, наша голова, не могут полноценно трудиться, не могут полноценно обеспечивать наше существование. Ссылка под этим видео. Обязательно приходите! И, конечно же, мы ответим на ваши вопросы. Милости просим!